Всем привет! С вами канал Maros Live и в сегодняшнем выпуске говорим о знаменитом заводе Toyota, он же TPCA, Toyota Peugeot Citroen Automotive, о котором нам сегодня расскажет наш друг Андрей. Поэтому усаживайтесь поудобнее, заряжаем это видео лайками, подписываемся, кто еще не успел этого сделать. Мы начинаем! Андрюх, приветствую еще раз. Как вообще попал на Toyota? Расскажи, пожалуйста, о своем первом, так сказать, опыте. Через кого ехал? Ехал через рекруткинговое агентство Mivino. Собственно, посмотрел видео Андрея Голубева. Он, собственно, являлся тогда и сейчас, в принципе, основной мысль представителей этой компании. Много видео, собственно, его комментариев и сайт. Там есть, в принципе, информация открытая, для доступа найти ее не проблематично. Управил анкету, анкету подтвердили. Ждал собеседования. Собеседование проходило во Львовке, в какой-то гостинице уже, но это б. Приезжали представители фирмы, они участвовали, там тесты были. Тесты, как для космонавтов. Рост, вес, сила предплечья. То есть, такие моторика, руки, так я понимаю, да? Да, также, чтобы были здоровые суставы, конкретно предплечья. То есть, там, получается, какую-то медицинскую справку привозил с собой или они там посылали уже потом по приезду? Справку обязательно нужно было привезти уже с собой, это анамнез. Ага. И плюс к этому еще тесты проходили непосредственно на месте. В гостинице? Да. Ух ты. То есть, там проходил определенный как, ну, на хирургии, на все остальное, понятно, что они никак не проверяли. Проверяли в основном, то есть, чтобы были здоровые суставы и подвижность. То есть, хорошая моторика, руки. То есть, там был такой стенд, состоял из двух листей разделен. В одном нужно было накрутить гаечки, в другом шуруповертом быстро закрутить шурупы. Короче, такой себе экзамен. Ну, в принципе, да. И, кстати, некоторые его не особо проходили. Ну, то есть, я не знаю. А брали женщин, мужчин, то есть, без разницы, там, какой-то определенной категории людей нужны были? Тогда, на тот момент, набирали конкретно мужчин. Потому что, как бы, такой острый, прям, ну, как бы, нехватка была персонала, но такой, чтобы она была прям критичной, то не было, набирали в основном мужчин. Набор был достаточно большой. И, как бы, на тот момент, я так понимаю, женские вакансии просто были заполнены. И они, ну, не нуждались. Ну, ты прошел вот экзамен, так понимаю, все там, сделал, то, что они тебя просили. Да. Пообщались, приглашали переводчика какого-то или они там на русском более-менее понимали? Были переводчики, конечно, был на тот момент куратор. Ну, в принципе, я в нем не нуждался, я язык, как бы, и до этого неплохо знал. Ну, то есть, до этого ты уже был в Чехии, ты съездил, да, неоднократно? Ну, у меня была одна поездка, ну, начал, например, первый опыт, обычный умсор. Через агентуру со всеми вытекающими последствиями, прелестями. Окей. Какие-то сборы платили там сразу, то есть, эти деньги? Или это нужно было оплачивать уже в Чехии непосредственно? Конечно. То есть, было оплатано? Да, мы платили залог. Он на тот момент составлял 210 евро, а сейчас составляет 300. Ну, это, насколько я знаю, там, то есть, ребят новых слышал. Потому его вернули, то есть... То есть, возвращали без всяких проблем? Да. А слышишь, сейчас перебью, такой вопрос, много людей, тоже там, знакомых, писало, что по приезду в Чехию уже были проблемы с медосмотром и возвращали людей обратно, и, соответственно, не возвращали залог. Было такое? Конкретно в моих заездах не было, но было, ребята после этого приезжали, причем, кстати, там был один из блогеров тоже, то в его заезде, потому что я с ним столкнулся на непосредственно вратнице, о том, что его и еще двоих ребят, как бы, ну, так, немножко запороли. Ага. Но потом, через какое-то время, то есть, они ходили, что там какие-то справки еще носили, ходили к врачам, их все-таки подтвердили, допустили к линии, но, правда, они все уволились. Ну, то есть, есть такой момент, да, что могут, опять же, проверить, не поделали ты справку, там, либо еще что-то. То есть, в Чехии ты повторно проходишь этот уже тест. Да, потому что были такие, которые указывали, ну, то есть, как у нас обычно проходит, то есть, вот этот анамнез, да, пришел, сказал, здрасте, здрасте, мне быстро, вот сейчас, вот еще вчера надо, давайте мне сделайте. Да, ну, он, конечно же, так журнальчик открывает, вот, пожалуйста, смотрите, закрыл, и вы здоровы, и какой вы молодец. То есть, а приезжает по факту, у него начинают какие-то вылазить болячки со спиной, суставы плечевые, локти, запястья, спина, колени, какие-то старые травмы, потому что работа тяжелая физически. Поэтому, то есть, вот в этих моментах оно потом в дальнейшем вылезет, а завод не хочет платить больничные, завод не хочет тратить время в плане того, чтобы обучать, а ты потом через, там, две недели, месяц, три месяца сломаешься, и, опять же, уйдешь в все эти больничные, то есть, смысла от тебя держать там вообще никакого нет. То есть, ты, как бы, не ликвидный попал. Да. Хорошо, следующий вопрос. Совпали, вот, реально, твои ожидания, то, что тебе рассказывала компания, те лица, которые приехали на собеседование, представители компании, и с реальностью, которая была уже по приезду в Чехию? То есть, то, что тебе там озвучивали изначально, и в реальности, когда ты приехал, попал на сам завод? Ну, мягко говоря, нет. Потому что то, что они, как бы, озвучивали, ну, во-первых, там, разговор был о том, что там хорошее общежитие, все дела, там, жилье, квартиры, вы все получите, все будет классно, все будет супер, работа тоже, ну, как, говорили, что тяжелая, да, там, тяжелая физически, но, скажем так, конкретное описание такого, что, то есть, показывались какие-то там процессы на видео, да, презентационные видео, на видео, соответственно, показывается все очень ярко, красиво, мило, пушисто. По факту, когда приезжаешь, конечно же, нет. То есть, ты, когда окунаешься в эту всю атмосферу, это совсем другая петрушка, это вообще не одно. То есть, короче, те ожидания, которые они там рассказывают о собеседовании, реально не совпадают? Совпадают на процентов, скажем так, 30-40, и там еще такой маленький нюанс, это временной промежуток от того, что ты заехал, и до того, что ты придешь к конкретному, к какому-то вот этому вот результату, в том, что получишь жилье, да, то есть, они рассказывают, там, лизинг автомобилей, то есть, или лизинг, или аренда. Ну, извини, ты должен для этого три года проработать. Это раз. И второе, там, они еще выборочно их дают. Ну, об этом, короче, не говорится. Вначале, что сколько ты должен отработать, сколько чего, правильно? Только как замануто. Это все, вот оно есть, вот, то есть, рассказ идет о том, что оно есть. Вот оно есть, вот вы получите это, вот это все есть. Ну, как бы, временной промежуток немножечко отсекается в этом. И там каверзные вопросы, там были ребята, которые, скажем так, дружат хорошо с цифрами, то они задавали там всякие каверзные вопросы, там, процентные соотношения ставок, чистые, грязные, что, сколько, процентных. То есть, на этом, начинал, конечно, там, плавать, конечно, не совсем. Поэтому сказать, что прям совпало, ну, в вопросах именно работы не совпало совсем. Момент карьерного роста тоже они еще упоминали часто, но нет. Окей, а так к нему вопросы, к этому вернемся чуть позже. Ты приехал на завод, тебя поселили в общежитии, так понимаю, да? Там, поскольку человек живет. Ну, конкретно мне повезло, я жил, то есть, у меня был просто сосед один, мне повезло. Так, в среднем, 3-4, ну, есть комнаты очень большие, там, 5 человек, ну, так вообще 3-4. Жилье платное? Конечно. Сколько оплата жилья? На тот момент было 4,5 тысячи, сейчас, насколько я знаю, выросло до 5. Это зарплата снималась? Половину стоимости платишь, это вот эти вот за конту, типа бенефиты. Ага, бенефитный счет. Остальное снимается с твоей зарплаты. Ага, ну, то есть, получается, ну, где-то 2,503 условия жилья. Мрак. Печально все? Сейчас, на данный момент, то есть, я не знаю, как они там дальше будут делать, есть два общежития. Одно находится непосредственно в Овчарах. Это поселок, собственно, который прилегает к промышленной зоне, там более-менее уходят. Понятно, что есть свои нюансы, но по сравнению со второй, это просто вот... Ты жил во второй? Да. Ну, конечно, я фартовый, как иначе. В этом условии проживание во второй, ну, как бы, это мрак. Фотографии можно найти, там, достать, там, ребята в сеть некоторые скидывали. Грубо говоря, это советское здание. Каких годов постройки, я не знаю, но очень старое. Это строили еще Советский Союз, какие-то там панельки, которых тут по всей Чехии, там, Влада, Болеслав, заехать, их там полно таких же самых. Зеленые домики, видите, он такой кубообразной формы, находится прямо возле кольца, в колени. Ну, во-первых, грязно, во-вторых, шумно, в-третьих, сами по себе условия, то есть, там, какие-то индукционные сковы, эти плиточки стоят, у кого... Кухня вообще, я так понимаю? Конечно, кухни две. Занузел тоже общий? Конечно. Подожди, хорошо, вот есть этаж, на этаже сколько, получается, комнат? У-у-у, я не посчитаю, но, наверное, комнат, наверное, так, 30 точно есть. И... Там еще же сдвоенные, то есть, я не во все коридоры заходил, есть сдвоенные, то есть, там придет... Получается, и на всех вот эти 20-30 комнат одна кухня? Там не 20, я так думаю, что 30-50. Одна кухня? Две. Одна маленькая, вторая чуть побольше, там, что две или три микроволновки, где-то 4 или 5 плиточек, вот этих вот индукционных. Хорошо, душевых и санузлов сколько там? Санузлов... Ну, тоже, примерно, ну, если... Так, посчитать, это 100 человек. Два на 100 человек? Два санузла, но, опять же, там, один санузел, он какой-то там на две кабинки, и он там то открыт, то закрыт, потому что там наши умники ходили покурить просто, его закрыли, он как-то так за улочкой находится. Один, там, что-то, по-моему, 4 кабинки, или 5, или 4. Хана. На другу полокси кто-то клопой может исполкать. Ну что, много клопов? Что? Много клопов? Достаточно. До сих пор? Да. Класс. Романтика стоит. Такое, чем-то, напоминает фильм, вот, такое. Т-образная романтика. Да, ну, это не самое худшее. То есть, то, что там... Стоп, но оно сейчас фунциклирует тоже, все работает, то есть, это общага, отлично, да? Ребят, если у кого-то есть там, опять же, добавить, что в комментариях, пожалуйста, кто работает сейчас на Тойоте, кто живет в этой общаге, пожалуйста, делитесь информацией, кидайте фотки, я сделаю впечатление. Это, конечно, вообще страшно, я сейчас в таких условиях, ну, я тоже понимаю, что много есть интересного, но не ожидал, не ожидал, но такую толпу, как бы, это мало. Плюс к этому, например, душе, эти умники поставили вместо смесителей обычных дозаторы от писсуаров. То есть, его постоянно нужно бить, чтобы у тебя вообще текла вода. Хорош. В целях экономии. Хорош. Ну, плюс к этому... Не придумал никто там из наших, что зажать. Да, веревочки, проволочки, хомутики, все вот это было уже. Их регулярно снимали, поэтому некоторые носили с собой, там, ключочки какие-то. Короче, тебе, чтобы пойти в душ покупаться, это сделала история, да? Это не конец, чтобы у тебя еще текла горячая вода, нужно в умывальнике открыть, как минимум, два смесителя. Напротив умывальники, там такой рядок. Открыть несколько смесителей, чтобы оно чуть протекло и текло дальше. Тогда ты идешь в душу, и у тебя из душа течет горячая вода. Но если ты приходишь со смен вечерней, то вероятность того, что ты помоешься под горячей водой, как бы, в принципе, ну, такая себе. Да, то есть, скорее всего, что она или остыла, или ее ужесточили, и нагреться она не успела. Опять же, регулировать температуру ты не можешь, ну, это не смеситель. Ты никак его не повернешь, там не настроишь. И самое яркое, это клопы. Они там, насколько я знаю, что есть и сейчас. В советских времен, наверное, еще прописались, да? Нет, кстати. Вот как раз там крайняя комната, там, то есть, сейчас общежитие, оно разделено на два, то есть, там, в конце коридора такая большая дверь, и вход, типа, якобы, в соседний корпус. То есть, она закрыта. Получается, крайняя правая комната, отжил мой товарищ, то, как бы, на тот момент все было хорошо. То есть, ну, проблем таких не было. И буквально где-то, наверное, через, там, что месяц-два, как он выехал оттуда, начались чудеса. И, то есть, эти чудеса продолжаются по сегодняшний день, и администрация, ну, как бы, не особо-то чешется по поводу решения этого вопроса, потому что, по факту, нужно выселить большое количество людей, ну, по крайней мере, все ближайшие комнаты, получается, они лезут через батареи, зашитые такими деревянными коробами, и, я так понимаю, там где-то есть вход в подвальные помещения, либо в соседние, откуда они, собственно, и лезут. То есть, там нужно все вот это вот разрубить, запечатать все вот эти помещения и провести какую-то там дезинфекцию, очистку, то есть, травить их. Но, как бы, это, опять же, финансовые потери, на которые они не готовы. Для украинцев, которые там живут, это я, опять же. Я тебя умоляю. Для украинцев там сантехнику, у нас сколько было, что душ перекрывали, отключали туалеты, отключали воду, потому что там где-то забился какой-то трап, и человек, который там их ремонтирует, едет полтора дня, два дня, чтобы это все прочистить, и то эта лужа бесконечная, это озеро надежды в душе, ну, оно, как бы, не исчезает. Это ужас, честно. Не дай бог, такие условия. Ну, такая прелесть, конечно. Окей. Ну, возвращаемся к заводу непосредственно. Я так понимаю, завод делает автомобиль. Делает от А до Я, полностью машина, то есть, уезжает с конвейера, готовый автомобиль. Где ты работал? Ну, это завод, я бы не назвал его заводом полного цикла. Это, скорее, сборочная. То, что единственное, что они производят, это корпуса с нуля. То есть, им приезжает металл, они штампуют, формуют, и, то есть, уже отправляют дальше на сборку, покраску и все остальное. То, по сути, как бы, оно собирается в кучу. То есть, на завод уже приходят готовые детали, запчасти, производят там очень малое количество чего-либо. Дальше уже, собственно, выезжает готовый автомобиль, то есть, на ходу. Ты на какую линию попал? Сварочную. Сварочную. То есть, ты работал со сваркой? Нет. Или там робот какой-то? Со сваркой я работал частично, уже чуть позже, непосредственно, на, там, есть позиция, на которой ремонтируют те ошибки, которые там допустили предыдущие, например, сборы. По сути, я работал на сварочном цеху, но линию можно назвать сборкой. Ага. Потому что там собирались крупные детали. Мы монтировали капоты, двери, крылья, петли для этих дверей. То есть, все, что касается вот этого, называется финал. То есть, сварование, финал. Работа тяжелая? Ну, конечно. Легкая там, ну, ничего. Зашариться нельзя? Как зашариться? У тебя 50 секунд, по факту, из этих 50 секунд у тебя процентов, ну, 60. Есть на то, чтобы непосредственно выполнить свой процесс. А все остальное время это подготовительное, то есть, шаги подойти, взять, вернуться, как-то подготовить, взять эту деталь, принести. То есть, по факту, на сам монтаж у тебя остается не так уж много времени. Если еще и происходят какие-то там завид, ошибка, что-то, то есть, ну, у тебя времени на решение, ее остается достаточно мало. Буквально это там, в считанные секунды. А сами детали тяжелые? Передние двери, они более тяжелые. Я их, конечно, в руках тоже носил. Ну, они весят, ну, может, килограмм, ну, 10 максимум. Ну, это максимум, я думаю, что меньше. Ну, опять же, руками их не носишь. У тебя есть манипулятор. Ты их выдергиваешь с манипулятором. Единственное, чтобы манипулятор был хорошо настроен, чтобы он не мешал тебе работать. Потому что, когда я пришел, он был настроен плохо. И, то есть, носить эту дверь вот так вот все время, при том, что ей нужно аккуратно манипулировать. То есть, нигде, не дай бог, не ударить ее, не зацепить. То есть, за это очень жестко любят. То есть, брак тоже, если ты делаешь, то он не особо ловит по головке, да? Нет, тебе оценку потом просто режут и все. А из-за этой оценки, получается, зарплата? Премия долу. Это любимая фраза тем лидера. Вниз. Окей. Какие еще реально линии? Я так понимаю, ты за полтора года там, который проработал, побывал везде? Нет. Там вообще такого нет, что тебя перекидывают куда-то там постоянно. Было, что перевели на лаковню на месяц. Я стоял там на контроле качества, потому что у них постоянно ломался робот, который наносит герметик. Внутри корпуса уже, собственно, сваренного и прогрунтованного. Там у них вот эти вот насадочки, что-то там с ними происходило. И, то есть, я следил за тем, что подмазывал там, чтобы не было вот этих вот щелей в герметике. Это было достаточно часто. Плюс к этому мне нужно было фиксировать, где именно я делаю ремонт. Чтобы они поняли, где находится Аша. Потом, получается, я был сборочный на финале. А потом меня перевели на, практически-то, последняя позиция. Это после контроля качества. Это оправа, ну, ремонт, собственно, того, что нашла квалида. Контроль качества. То есть, там уже и варили, били молотками эти двери. Ну, сами пекли, не сами двери. Приводили все в тот вид, то есть, по соотношению щелей, двери. Чтобы они были конкретно по планограмме, по схеме щели на крыльях, щели на дверях. То есть, чтобы это все плюс-минус соответствовало тому, как оно должно быть. А если сравнивать лаковню, на которой ты работал, и твою линию? Вообще, если сравнивать чисто физически, то, конечно, на лаковне проще. Потому что все то, что я видел, там больше отделений контроля качества, больше отделений какой-то мелких ремонтов, типа оффлайны и тому подобное. Там, где они зачищают какие-то там пупырышки, задиры и, собственно, самой покраски. Физически тяжелее, конечно же, на сваровне. Опять же, там контактная сварка у ребят есть, там на полах, которые работают, на бочницах. Контактные сварки, то есть, подовка вот эта здоровая, она как бы тяжелая. И вращать ей, причем это быстро и точно нужно ставить точки в нужных местах. Потому что, если ты набьешь этих точек больше, меньше, больше, не дай бог. Это нарушение безопасности автомобиля и конструкции. Если меньше, то же самое. То есть, они находиться в конкретных местах должны. У нас это, опять же, ты все время носишь что-то. Наклоны, корпусом. Плюс у нас был самый замечательный манипулятор, который там висит по сегодняшний день. Это для монтажа петель. Это такая балда в виде маятника. Не знаю, какой головой пустой надо было думать, чтобы вообще дойти к этому. То есть, с потолка свисает такая здоровенная тура. К ней прицепляется такой манипулятор в виде креста. И она весит, ну, только нижняя часть 60 кг. Плюс верхняя часть, вообще зачем было ее сделать из стали, если есть для этого алюминий. И, то есть, ты должен вот это вот вращать. То есть, вот так вот. Все для людей сделали. Да, кроссфит, воркаут, это все об этом. Молодцы, супер. При том, что у тебя вот этот процесс, что самое дебильное, он самый быстрый из всего того, что там есть. То есть, нужно быстро одеть эти петли. То есть, во-первых, это неудобно их одевать. То есть, если ты вот встанешь и в первый раз попытаешься одеть, то... Очень удивишься, короче, ты тому, как ты будешь вставлять. Потому что чисто эргономически это неудобно. То есть, этому учиться надо, ну, в месяц. Хорошо, а вот как раз мы подходим к теме обучения. Сколько реально дается времени на обучение? По умолчанию месяц. Если, допустим, были такие случаи, что там люди не могут выучиться, что ты с ними? До свидания или на другой линии? Все зависит, опять же, от руководства. Если руководство лояльное, то есть, там, тим-лидер, групп-лидер сами по себе, ну, как человечные, да, то они могут попробовать тебя перекинуть на какую-то другую линию, где, там, ну, видишь, что у тебя что-то вот ты вот, ну, не тянешь у тебя это, ну, не идет вообще. То могут попытаться перекинуть тебя на другую линию. Но было такое, что увольняли. То есть, в зависимости от того, там, рабочая у тебя карта, на два года ты приехал или еще, насколько, не важно. И вообще все. Пофиг, да? И там нет рабочих карт на два года, там на год. На год делают? Всем делают на год. То есть, ты по умолчанию приезжаешь, делают на год. Они сейчас только после этого промежутка времени, там, на одном из митингов, наши встретились с генеральным менеджером. Он сказал, вообще удивился, говорит, как это у вас на год? А потом такой, а что, бывает на два? В смысле? Ну, такой, типа, нифига себе. Ух ты ж, еб ты. Ну, такой, ну, что ж, ну, что ж. Ну, типа, ну и ладно. Ну, и порешали они на конкурсной основе. Только самым лучшим, избранным, мы будем делать, продлевать, то есть, следующее продление будем делать на два года. То есть, то, что по умолчанию, в принципе, практически все заводы, остальные делают на два, то есть, ну, как бы, ну, так вышло. Ну, интересная, оказывается, практика. Да, молодцы. Хорошо. Андрюх, такой вопрос по поводу смен. Я так понимаю, завод работает в три смены? Две. Сейчас две. Будет три. Ага. То есть, это в каком режиме? Потому что мы лучше сообразить, реально, первая, вторая, или... Первая, то есть, это идет с шести утра до, грубо говоря, там, что трех, а вторая, там, с трех до, по-моему, там, одиннадцати или пол-пиннадцати. Ага. То есть, ночных нет? Нет ночных. Угу. По количеству часов, реально, сколько можно отработать? Время работы строго ограничено трудовым договором, там, где сто шестьдесят часов. Сто шестьдесят часов, да. Ну, есть субботы, привет, субботы редко, есть еще такое, как меморад не смена. Меморад не смена, то есть... Как при часы? Нет, при часы тоже есть, причем сейчас часто, потому что они запускают вот этот же шестновый Ярис, под него переделывают линию. Есть много, кстати, объявлений тоже по поводу этого. Набор идет очень бешеный, я так понимаю, очень много людей это едет, поэтому и почему создалось, так сказать, это видео? Дети. То есть, это информация о этом заводе, чтобы понять все тонкости, все эти нюансы, моменты, тем более на таком, как и у тебя, не у каждого есть. Вообще, они хотят, собственно, увеличить объемы производства в целом, и плюс, к тому же, еще Ярис. Поэтому вот это вот все сейчас, собственно, вокруг этого и вращается. Из-за этого пресс-часы регулярные, там что-то все время ломается, что-то происходит, они что-то ремонтируют, переделывают, из-за этого пресс-часы, вот на данный момент, то есть я от ребят слышал, последние вот предыдущие месяцы, то пресс-часов было очень много. Практически там каждый день, там 30 минут, 40 минут, 50 минут. 3 часа 30-40 минут есть? Да. Там максимум 60 минут. Ну, все это отслеживается нормально, так понимаю, есть чип какой-то, да? По чипу пикаешься, и когда ушел, соответственно, так же самое, то время, которое когда-то отработал плюс, оно посчиталось для зарплаты. Там чип вообще, ну как, чип по умолчанию есть, но по факту они отбивают просто общее количество часов по заводу. То есть от того, что ты там выйдешь на час позже, то ничего не произойдет. То есть ты, как бы, в это рабочие часы не считаешь. Короче, получается, у тебя есть твоя обычная смена, там 8 часов, и потом подходит тебе мистер, говорит, там, хочешь, чтобы при час или как, или в обязанности? По умолчанию. Сегодня работаем на табло, пресс-час, там надпись, там есть количество машин, актуальная, план, процент выполнения, ну, то есть эффективность, и отдельно там, типа, табулька, пресс-час. И вот там просто на последнем периоде высвечивается количество пресс-часов, то есть минут сколько будет. Хорошо, а если ты не хочешь или не можешь? Ну, ты должен будешь об этом, во-первых, предупредить заранее, это первое. А второе, у тебя в трудовом договоре, как бы, прописано о том, что... Короче, главное замечание, главный факт, наверное, который нужно пожелать новым заместнанцам в будущем, читать договор, да? Да. Ну, то есть ты не можешь отказаться. Это, ну, опять же, ты же понимаешь, что есть трудовой договор, есть плюс к этому, там есть в договоре пунктик о том, что ты соглашаешься с коллективной смолой. Ага. А коллективной смолой, то есть ты, как бы, я ее не видел на собеседовании, но она, как бы, присутствует, можешь ее получить в офисе непосредственно уже тут. Либо от своего, там, какого-то представителя профсоюза, если ты в нем состоишь. И, как бы, по умолчанию пресс-часы ты обязан отрабатывать. Но если ты подойдешь к тем лидеру и скажешь, что у меня вот, ну, вот вообще вот совсем вот никак, то, как бы, он может, там, если есть кем тебя заменить, заменит, но на практике, если заменить неким, часто неким, то это же нужно будет ему стать. Ага. А он работать вообще не хочет. Оно ему вообще не надо. А тем лидерам это в основном честь. Конечно. Субтитры сделал DimaTorzok